Водители Абакана мечтают попасть под зеленую волну, когда без проблем можно ехать по главным улицам города без остановок. Однако, как выясняется, в столице республики это нереально. Катерина Ирушина провела эксперимент, как ловят волну автолюбители и суждено ли мечте осуществиться. На улице Щетинкина, казалось бы, в зеленую волну попали, но ступор случился на шестом светофоре. Выясняется, тише едешь, дальше будешь. Можно и газануть при необходимости, и притормозить. А вот на улице Мира ловишь везде красный. Мы опять попали на красный светофор. Где-то мы ехали 40 километров. Ни разу не попадал на эту зеленую волну. Как бы и красный попадать, тем более сейчас вообще пробки. Под волной понимают движение автомобиля при определенной скорости и настроенных светофорах. В этом случае машина попадает на перекрестках под зеленый сигнал и, соответственно, едет без остановок. В республиканской столице зеленая волна была, но только на улице Мира и то три года назад. При ремонте соседней улицы Гагарина там заменили несколько светофоров и сбили все настройки. Теперь на восстановление целой системы необходимо оборудование и деньги. Нужно как минимум заменить контроллеры, восстановить связь между перекрестками. В общем-то и все, наверное. Финансирование нужно просто для приобретения новых контроллеров. Сколько это стоит? Ну, где-то около 30 тысяч, 30-35 тысяч контроллер новый. Ну, восстановить кабель связи. Первые на зеленую волну хотят настроить улицу Щетинкина и срезать шесть перекрестков. Хотя при этом специалисты признают, это неизбежно вызовет цепную реакцию, станет транспортный поток на других прилегающих улицах. Поэтому подумывают, лучше все светофоры сразу перевести на новую систему. Бензину меньше, во-первых, сразу будет. Экология чище, при остановке и строгании сразу же будет, вылетает бензин. И вот все, и меньше уставать будешь, тормозить двигаться, тормозить двигаться. А тут поехал, 60, 3 километра вдоль улицы проехал и проехал. Но это уж как распорядится мэрия республиканской столицы. Одна улица Щетинкина обойдется почти в миллион рублей. Заявка от дорожников лежит в администрации Абакана. Пока же все светофоры работают как хотят, но по ГОСТу зеленый сигнал держится от 14 до 48 секунд. И за это время каждый водитель старается прорваться вперед. Катерина Ирушина, Дмитрий Парахин, Новости, 7-й телеканал.